Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Райна Дачи. Вот уже несколько дней, очень холодная погода, дождь, и так холодно, так сыро, дождь не переставая лил и ночью, и вот полдня, и наконец-то солнышко немножко прояснилось, всё равно на небе, посмотрите, какие тучи, и я быстренько решила высадить огурцы. А почему? А потому, что сегодня такой замечательный день, 28 мая, называется Пахом. Кто посадит огурцы в Пахом, будет с огурцами мешком. Такая древняя пословица. Один раз я ещё была очень молодой девушкой и на остановке встретила бабулю. Ещё тогда ездили пешком, можно так сказать, на автобусе, и вот она на остановке мне сказала, доченька, сегодня 28 мая, ты на дачу посади огурцы. Сегодня Пахом будешь собирать огурцы мешком. И с тех пор, как бабуля так сказала мне, так я этому и придерживаюсь. И действительно огурцы мешком. И сегодня мы с вами садим огурцы. Дорогие друзья, вот здесь у меня вот такая незатейливая грядочка, совсем небольшая, на раз, два, три, четыре, пять, шесть лунок всего, на старом укрывном материале, под небольшими дугами. Но каждый год я сажу на этой грядочке огурцы. И огурцы просто пышат. Эта грядка очень хорошо была подготовлена с самой осени. Конкретно, что я делала, сейчас я вам скажу. Значит, как только огурцы отошли, я посеяла сидираты в эту лунку. Сидираты уже потом выросли, я их немного скосила, всю траву сюда заложила и заложила конский навоз поглубже. И вот земля, вы представляете? Вот посмотрите, дорогие друзья, земля словно пух. Отличная земля. И так я делаю каждый год. Именно с конским навозом огурцы получаются непередаваемого вкуса. Сладкие, вкусные, ароматные. И вот, посмотрите, какие огурчики у меня в закрутках сделаны. Здесь несколько сортов. И длинноплодные огурцы, и короткоплодные огурцы. Сейчас я вам покажу. Так, вот это огурцы зазуля. Посмотрите, какая прелесть. Это огурчики. Мустафа, Стелла, Агат и Шанхай. Вот видите, корневая система здесь уже отлично наросла. И вот в эти лунки я хочу посадить разных сортов огурцы. Посажу зазулю, любимую свою. А короткоплодные огурчики я хочу сделать другую грядку и посадить их попозднее. Ну вот, сейчас мы приступим. Сейчас я вам покажу, какие огурчики сначала. И приступим к посадке. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите, какие замечательные огурчики. Просто загляденье. Корневая система замечательная. Это огурец зазуля. И сейчас мы с вами будем сажать. Еще забыла я вам сказать. Сейчас, одну секундочку. Вот здесь вот в ведре разведен раствор специально для огурцов. Это гуматкалия, фитоспорин и эпин, ну буквально капель пять на это ведро. И вот такой замечательный бальзам для наших огурцов. Земля влажная, так как очень сыро, шел дождь. И совсем немного их просто, как бы, скажем, этим бальзамчиком подпоить будет просто замечательно. Ну вот, берем наш огурчик. Землю я смачиваю нашим бальзамчиком. Вот так вот. Хорошо я пропитала. Сейчас немножко подождем. И вот так вот, лежа, я кладу огурчик и присыпаю корешки. И вот так вот. Кстати, вот этот совочек, это просто суперинструмент. Действительно, замечательный. Вы знаете, купила я этот совок в фикс прайсе. И мне никакого другого инструмента не надо. Вот с ним все делаю. И сажаю, и полю. И, ну, вы не представляете, и лунки делаю. Замечательное вот это острие. Вот, такой он остренький, маленький, удобный, легкий. Увидите такой фикс прайс, берите, не раздумывайте. И дешевый. Вот так. Ну вот, посадили мы наш огурец. Так, прижали его маленько. Вот так сделали луночку. Вот. И еще раз пропитали. Все. Вот так. И сейчас будем делать так все лунки. Ну вот, здесь я посадила в три лунки огурец Зазуля. Вот. Одна, вторая. Так. И вон там третья. Видите, да? А вот эти огурчики Мустафа, Агат и Стелла. И вот эти вот три огурца я посажу в следующие три лунки. И далее покажу, что я буду делать. Ну вот, смотрите. Я еще раз показываю, как я это делаю. Вот какая корневая замечательная система. Вот так просто беру в пролитую лунку, сажу огурец. И вот так вот присыпаю. Забыла перчатки, но ничего. И вот так вот прижала. Так. И обязательно еще раз пролила. Вот так. Еще я не сказала, дорогие мои друзья, что в лунки обязательно еще добавлен куриный перегной. Обязательно. Тогда огурцы очень хорошо растут и развиваются. Вот так вот посадили. Можете немножечко так его подокучить. Вот так прижали. И пролили. Вот так вот. Ну и осталась еще одна луночка. Это будет огурец Мустафа. Ну вот наш огурец Мустафа. Посмотрите, какая корневая система. Просто замечательная. Рассада в закруточке. Вот. Совсем немного времени-то прошло, когда я их закручиваю. Посмотрите, какие крепкие, хорошие растишки. И вот так вот. Вот так я засыпаю. Любимым своим совочком. Вот так прижимаю. Делаю вот такую луночку. Вот так. И проливаю своим бальзамом. Вот так. И наши огурчики все-все посажены. Посмотрите. Молодцы огурцы. Вот так вот. И сейчас осталось нам только поставить сверху стаканчики. Это обязательно, потому что у нас очень-очень холодно, дорогие друзья. Сегодня даже мне пришлось топить печь дома. Вот. И сейчас мы поставим стаканчики. Ну, вот. Вот такие стаканчики я вот так вот все время так делаю. Немножко присыпаю, чтобы он более устойчиво стоял. Вот так вот. И все. И так. И так другой огурчик. Вот так вот. Отлично. И так все огурцы. Ну, вот, дорогие друзья, наши огурчики посажены прямо под стаканчики. Вот. Посмотрите. Вот так все-все-все-все-все-все-все огурчики. До самого конца. И теперь нам остается я еще накрою укрывным материалом на ночь, потому что будет очень прохладно, чтобы огурцы хорошо себя чувствовали. Дорогие друзья, хотела вам сказать вот что. Самое главное для посадки огурцов это теплая грядка. Если грядка будет отлично заправлена перегноем, навозом или конским, или коровьим, но я вот предпочитаю конский навоз, и это делаю всегда, хотя бы раз в два года. Вот. Грядка прекрасно будет работать. И не забывайте, что эта культура огурец любит покушать. Если вы хорошо заправите грядку, урожай вам обеспечен. А самое главное, при посадке нужно сделать такой бальзам, как делаю я. Это эпин, фитоспорин и гуматкалия. Огурцы очень любят калий. И при таком бальзаме, при поливе в лунку, огурцы не будут испытывать при посадке стресс. Это эпин антистрессовый препарат, дорогие друзья. Запомните эти три препарата. Фитоспорин, эпин и гуматкалия. И все у вас будет замечательно. Всем, дорогие друзья, хороших урожаев будущих. Всем пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова